МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта программа «Качество проверено». Здравствуйте! На Руси этот продукт был известен как минимум с 12 века, но до петровских времен он был непримечателен. Рецептура страдала. Все изменилось, когда царь Петр I съездил в Европу. Он тут же выписал в Россию немцев и заставил их не только готовить для дворцовой кухни качественный мясной деликатес, но и обучать этому русских людей. В России этот продукт быстро прижился. Даже в самой глухой деревне к праздникам непременно закладывали в печную трубу горсть сочных мясных колец. К началу 20-го столетия в России насчитывалось около 200,5 тысяч фабрик и цехов, изготавливающих ее. Речь о колбасе. Сегодня выбираем докторскую. А отыскать качественную нам, как всегда, помогут эксперты Нижегородского центра метрологии и стандартизации. Смотрите, качество проверено и делайте только правильный выбор. Докторская – одна из популярных видов колбас. Изначально она была разработана для людей с ослабленным здоровьем и производилась из нежирных высших сортов мяса. Сейчас в колбасе можно найти крахмал, муку, загустители, сою, красители. А вот есть ли в современной докторской мясо? Самое время проверить. Наша рубрика «Закупка». Нами была закуплена продукция, выполненная согласно ГОСТ-ЭТУ. Таким образом, на экспертизу попала докторская колбаса торговой марки «Дубки», «Золото-Демки», «Отяшево», «Делка» и «Останкино». Отбор, транспортировка и хранение образцов продуктов производилась согласно условиям государственных стандартов с соблюдением холодовой цепи. Продукция, изготовленная по ГОСТу, должна четко соответствовать заложенным для этого ГОСТа стандартам. В продукцию, уже выполненную по ТУ, в отличие от ГОСТа, могут быть добавлены другие составляющие, которые существенно не влияют на свойства изделия, но могут придавать ему другие качества. Чтобы не ошибиться с выбором докторской, нужно присмотреться к составу и сопоставить цены. Колбаса не должна быть дешевой. Конечно, стоимость еще не залог качества, но все же стоит понимать, что килограмм колбасы никак не может стоить дешевле, чем килограмм мяса. Что же касается состава, то он не должен пестрить загадочными названиями различных добавок. Чем состав проще, тем колбаса лучше. На что еще стоит обратить внимание при выборе докторской колбасы? Узнаем из рубрики «Полезные советы». Когда вы выбираете колбасу вареную, например, докторскую, вы смотрите на срез колбасы. Он каким должен быть? Ну, слегка розоватым, нет, не тусклым. Она должна быть слегка розовой, конечно, но не красной. Ярко-розовый цвет докторской колбасы – это признак излишнего количества красителя – нитрита натрия. Темный говорит о том, что производители перестарались с консервантами. Качественная вареная колбаса должна иметь светло-розовый цвет без каких-либо включений, серых пятен и пустот. В искусственной оболочке беру колбасу. А какая лучше, на ваш взгляд, в искусственной или в натуральной? Ну, конечно, наверное, в натуральной, но такой подешевле. Лучше, конечно, в натуральной. Качественная колбаса может быть как в натуральной оболочке, так и в искусственной. Тут нужно знать, что оболочка не должна быть липкой и без разрывов. Еще она должна плотно прилегать к колбасному фаршу. Если она не прилипает и под оболочкой есть бульонно-жирные подтеки, это говорит о том, что колбаса была сделана с нарушением технологии. Вот вы когда смотрите, например, на срез вареной колбасы, у свежей колбасы, на ваш взгляд, срез каким должен быть? Во-первых, сухим. Ни в коем случае, чтобы никакой влаги не было. Ну, не заветренным, конечно. Такой вот, блестящая поверхность должна быть такая. Ну, видно, только свежий срез. В качественной колбасе срез должен быть гладкий и не слишком влажный. Избыточная влага на срезе говорит о том, что в колбасе была завышена влага или колбаса на витрине хранилась при неправильных условиях. Резкий перепад температуры, тепло, холод может образовывать конденсат на срезе. Такая колбаса в скором времени начнет портиться. Качество докторское можно проверить и дома. Есть несколько способов. Первый нам позволит понять, положил ли производитель крахмал в колбасу. Для этого нам нужно взять кусочек и согнуть его в трубочку. Если он эластичный и при сгибании не лопнул, хороший знак. Эта колбаса правильная и сделана из мяса. А вот если кусочек треснул на сгибе, знайте, производитель для этой колбасы крахмала не пожалел, а, возможно, добавил еще муку и сои. Второй способ проверить колбасу – это поджарить ее. Делать это можно и без масла. Если колбаса выгибается лодочкой, значит, в ней достаточное количество мяса. Ведь именно так мясо ведет себя при нагревании. А вот если при жарке докторская форму не меняет, это признак того, что в ней много воды и загустителей. Кстати, жарка колбасы – это лишь эксперимент. Специалисты не рекомендуют ее так готовить. Почему? Все просто. Все дело в том, что нитрит натрий, которым окрашивают колбасу в нежно-розовый цвет, при жарке превращается в канцероген. Если вы приобрели товар, качество которого вызывает у вас сомнения, вы можете обратиться за помощью в редакцию программы «Качество проверено», написав письмо на электронный адрес, который вы видите сейчас на экране. Ну что ж, итоги экспертизы уже готовы. Но прежде чем мы их озвучим, специалист лаборатории ответит на вопросы, которые для него подготовили наши зрители. Рубрика «Пищевой ликбез». Скажите, пожалуйста, что должно входить в состав докторской колбасы? По ГОСТу в составе докторской колбасы должно быть 75% полужирной свинины и 20% говядины. Оставшиеся 5% – это яичный белок или яичный порошок, молоко, специи и минимальное количество нитрита натрия, стабилизатора цвета. В состав докторской колбасы входит нитрит натрия. Вреден ли он? Нитрит натрия в небольших количествах не причинит вреда здоровью. А в колбасу его добавляют, чтобы придать ей приятный нежно-розовый цвет. Ведь колбаса сделана из мяса. Мясо в вареном виде имеет серый цвет. И, соответственно, колбаса без этого красителя имела бы такой цвет. Но тут стоит знать, что все хорошо в меру. Поэтому не стоит покупать колбасу слишком яркого цвета. Почему докторская колбаса разных производителей разная по вкусу? Вкус колбасы сильно зависит от исходного сырья. ГОСТ предусматривает использование и размороженного мяса, и охлажденного. Уже вкус будет разный. У одних производителей есть великолепное оборудование, способное сделать тонкое измельчение, и хорошие термокамеры. У других нет. Значение имеет и приправы. У каждого производителя свой секрет. Какой срок хранения докторской колбасы? Срок хранения колбасы в натуральной оболочке 5 дней. В некоторых видах колбасы с искусственной оболочкой 30 дней. И еще. Выбирая докторскую колбасу, обратите внимание на название. У настоящей, сделанной по ГОСТу, никаких приписок типа «особое», «любимое», «экстра» быть не должно. У оригинала название одно – «докторское» и все. Итоги экспертизы уже готовы. Кто же в этот раз достоин покупательского доверия? Внимание! Об этом нам расскажет эксперт. На испытании были представлены пять образцов колбасы вареной докторской. Все они были проверены по физико-химическим и микробиологическим показателям, а также наличие генномодифицированных источников. По результатам испытания все колбасы соответствуют нормативным документам и информации на этикетке. Генномодифицированные источники ни в одном образце не обнаружены. Таким образом, все образцы докторской колбасы прошли испытание. На этой неделе победитель выявлен, и он получил свой знак качества. В следующей программе будем выбирать майонез. А отыскать качественные нам, как всегда, помогут эксперты Нижегородского центра метрологии и стандартизации. Не пропустите! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин